Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». 101FM. Принимала также участие фирма «Стромит» и известная тема, что до недавних пор входила в группу предприятий «Система Глобус». Цена госконтракта на строительство путепровода и реконструкцию улицы составила более 2 миллиардов 600 миллионов рублей. Путепровод в чистой пруде должен быть сдан в 2016 году. Программа «Экономика». В Кирове появится очередной торговый центр. Строительство ведется напротив Большого Глобуса рядом с Макдональдсом. Вести в эксплуатацию здания планируют 1 сентября 2013 года. Между тем, жители соседнего застройкой дома по улице Воровского, 94, считают, что земельный участок был отрезан от их придомовой территории. Городминистрации эту информацию не подтверждают. Программа «Экономика». У банковского сектора может появиться собственный омбудсмен. Минфин опубликовал версию закона проекта о финансовом омбудсмене, сообщает газета «Репортер». Главная цель – упростить порядок разрешения споров между потребителями и финансовыми организациями. Между тем, не все игроки рынка считают, что полномоченные действительно необходимы. Так, по мнению управляющего банком ВТБ-24 в Кировской области Романа Горинова, финансовый омбудсмен будет дублировать функции таких структур, как Федеральная антимонопольная служба, Центробанк и Комитет по защите прав потребителей. Программа «Экономика». Налог на недвижимость будет устанавливаться в регионах. Как пишет сайт газеты «Бизнес новости», к июню российское правительство должно разработать законопроект, позволяющий регионам вводить местный налог на недвижимость. Окончательная сумма будет исчисляться на основе кадастровой стоимости недвижимости. Чем дороже участок, на котором стоит дом, тем больше налог. Гендиректор агентства права на недвижимость Андрей Матрохин предполагает, что суммы налога, скорее всего, существенно вырастут. А вот вероятность того, что закон начнет работать уже в этом году, невелика. Дело в том, что многие участки не поставлены на кадастровый учет, так что предстоит колоссальная работа. И к другим новостям. В Кирове пройдет Кубок Вятки по управлению бизнесом. Регистрация участников продлится до 19 января. Вязкая гильзия пекарей и кондитеров предлагает создать собственную торговую сеть. Так, предприниматели собираются противостоять диктату федеральных сетей. Кроме того, председатель гильдии Александр Краснов намерен просить антимонопольную службу о цене действий сетей «Магнит» и «Х5 Ритейл Групп» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. И напоследок несколько цифр. 3 миллиона рублей потратит областной бюджет на универсальные электронные карты. 700 тысяч рублей готовы заплатить областное предприятие «Вятавтодор» за проверку собственной финансовой отчетности за прошлый год. Информация о проведении открытого конкурса появилась на сайте госзакупок. 350 миллионов рублей задолжали своим сотрудникам кировские работодатели в прошлом году. Об этом сообщает служба судебных приставов. Курс валют по данным Центрального банка на 18 января. Доллар 30 рублей 34 копейки. Европейская валюта стоит сегодня 40 рублей 35 копеек. Светлана Удельная. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.